Батька устоит точно так, как и устоит Путин. Но я же сказал, монкирование и пренебрежение демократической публичной легитимности заставит его со следующего дня усиливать давление. И есть два пути. Либо ты пользуешься законом, и люди вынуждены с этим соглашаться. То есть я получил 70%. Что вы мне сделаете? Там 50%. Опираясь на большинство, не опираясь, это не так важно, в Казательный суд, и все признали мне. Если этого нет, и ты видишь, что ты слабо это сделал, ты можешь получить легитимность другим способом. Через национальный проект. То есть его задача, это либо маленькая война. То есть после того, когда какой-то президент, диктатор нечестным образом получает власть, обнуление, или вообще-то, как делает Путин, он должен на второй день либо начинать отрекать внимание через национальный проект, то есть что-то строить там, Беломорканал, или подавлять оппозицию, или третье, с кем-то сражаться, или что-то такое дать. Завтра все белорусы будут летать в космос. Национальные проекты, такие, которые захватывает бывший электорат, который понимает, что его обманули, это способ легитимации нечестных выборов. Поэтому завтра Лукашенко, завтра Путину, в разной степени придется решать вопрос, как завтрашнего дня создавать обнуление приводит к потере системности политической власти. Значит, завтрашнего дня надо опять как-то все стематизировать. С одной стороны, у тебя все есть, а с другой стороны, ты же сам обнулил. Ты же сам просто взял и получил эту власть, как Лукашенко, шестой раз. А он уже сказал, что он будет делать. Решение пока очень дурацкое. Я буду создавать новую социалистическую конституцию. Но мы понимаем, что для людей... Это же какая ситуация? Посмотрите, вот давайте такой треугольник построим, потому что они все рядом с нами. Россияне устали от Путина, но понимают, что нет какой-то замены. Украинцы понимают, что Зеленский не будет уже реформатором, не будет справедливым президентом, не посадит Порошенко в тюрьму. Что он не слабый, но он как бы президент промежуточный. Кто-то другой должен идти. Поэтому доверие, даже не доверие, а надежд особых нет. Ну и обиды нет каких-то. В общем, он же нас не обидел, не обидел. Он нас развлекал. Он пытался что-то сделать. Не получается. Там фабориты. То же самое и с этим, с Лукашенко. Шесть раз. Мы от тебя устали. Ты закрываешь будущее нашим детям. А главное, мы тебя не боимся. А Лукашенко не может понять, как это? У меня же есть магия власти. Оказывается, пропал страх. Это очень важно. Все три правителя нуждаются в легитимности. А они все разные. Наш молодой, казалось бы, может спокойненько ездить в Оман, отдыхать, уехать куда-нибудь. Ну, в общем, спокойненько себе там, ну, жить своей жизнью. Нет, у него точно же такое положение, как у Путина. Но по другой в повестке дня. И у Лукашенко, который не может понять, как они меня не боятся. Ну, давайте утопим там где-нибудь 10 человек из оппозиции. А нет, вас не оппозиция не боится. Вас люди на улице не боятся. Вот это важно. Как будет повышать свою легитимность какими средствами Лукашенко, а не как он победит. Он нарисует своих 65-72%. Точно так же это совпадет. Это будет очень неприлично, но это совпадет с такими же процентами и у этого, и у Путина. Но у Путина стоит на следующий вопрос. Чем доказать, что ты поступил правильно? Просто обман без нормативной базы, без легитимности не проходит нигде. Даже в Африке не проходит. То, что ты легко получил, ты обманул, ты как цыган себе повел, ты можешь точно так же легко потерять. Точно так, как население в России уже практически, вы знаете, 72% проголосовало за Конституцию, точно так она и легко расстанется равнодушна и Путина. И он это понимает. Ему нужно будет что-то искать. Это может быть маленькая война с Украиной. Это может быть какой-то мощный национальный проект. Если это получится у него, или то, или другое, к нему вернется российская легитимность в виде УУ, доверия, гордость. То же самое вопрос сейчас у Лукашенко. Я не спорю, что он спокойненько пройдет избирательную кампанию. Но на второй день у него станет вопрос. Как он говорит? Перетрасти к Абмин? Неинтересно. Белорусы уже на это не ведутся. Маленькую войну с Украиной? Опасно. Маленькую войну с Польшей? Рано. Послать далеко на требухки Путина? Опасно. Он отравит моего красивого сына. Вот чем же он пугает его. Лукашенко не боится за свою жизнь. Лукашенко боится за тот бриллиант, который он вырастил. Все. И Путин знает, что никуда Лукашенко не дернется. Ничего сделать нельзя. Ему не нужен там военный переворот в Белоруссии. Белоруссия обречена быть в рамках логики шантажа Кремля. Тут ничего не сделаешь. Продолжение следует...